Всем привет! Сегодня хочу поделиться сервисом для сокращения ссылок в букве. Существует немало подобных сервисов, но хочу обратить ваше внимание именно на этот ресурс. Все, кто продвигает свои бренды, либо идеи в интернете, а также знакомцы с программами, сталкивался с необходимостью сокращать ссылки. Во-первых, ссылка, которой вам нужно поделиться, может быть очень-очень длинная. Вот такая вот длинная ссылка. И, конечно, это выглядит не очень красиво и часто не внушает доверия тем пользователям, которым нужно поделиться по этой ссылке. А также могут возникать какие-то глюки при переходе по столь длинным ссылкам. Во-вторых, часто пользователи видят ваш витеральный хвост в конце ссылки и, избавляясь от него, переходят напрямую на сайт, что для нас не есть выгодно. И, в-третьих, такие ресурсы, как ВКонтакте, или другие социальные медиа, могут либо блокировать переход по некоторым ссылкам, либо предупреждать о какой-либо угрозе, что снижает вашу конверсию. Вот, например, возьмем ссылку в ЛК Таргет, так как ВКонтакте блокирует доступ по этой ссылке, хочу показать, например, ЛК Таргет. Проходим по ссылке и ВКонтакте пишет, что ссылка, по которой вы пытались перейти, может ввести на сайт. В общем, предупреждает вас о какой-либо угрозе. Это, в принципе, субъективная политика ВКонтакте, потому что, ну, сайт либо может быть какой-то непроверенный, либо еще новый какой-то нерасключенный сайт, который не внушает особого доверия. Ну, то есть это не обязательно угроза. Просто ВКонтакте снимает с себя ответственность, а переводит ответственность полностью на вас, что вы адекватный человек и понимаете, стоит вам переходить по этой ссылке, доверяете ли человеку, который вам не просто, либо нет. Ну, в данном конкретном случае ВК не приветствует напуток в своей сети, потому и прямую ссылку он не пускает. И вот благодаря сервису Begly мы решаем эти вопросы наилучшим образом. Вот так выглядит интерфейс этой системы. Сейчас мы не авторизированы на сайте и мы можем пользоваться на не авторизированной основе. То есть свою ссылку мы копируем в это окно. Вот нам предлагают такую сокращенную ссылочку. И вот, допустим, мы можем попробовать в том же ВКонтакте. Переходим по этой ссылке. Видим, что ВКонтакте уже эту ссылку пропускает напрямую. То есть это уже лучше для конверсии и для переходов по вашей ссылке, потому что не каждый захочет скопировать и вставить в их на браузера данную ссылку. Тем более, что реферальный хвост в данном случае уже утерян. И теперь рассмотрим возможности Begly детальнее. Вот мы получили ссылку. Как не зарегистрированный пользователь, мы можем использовать ее на постоянной основе. Единственное, что ее нужно будет себе скопировать и сохранить. И вот я вот так вот все время использовала этот сайт, не зная его возможности, пока однажды не решила все-таки залогиниться. Просто наступил такой момент, когда ссылок стало очень много и появились затруднения в их хранении и распространении. Ну вот регистрация на самом деле очень простая. Если нажать на «Вкуса», она нам предлагает залогиниться через Facebook, Twitter или ввести какой-то ящик почтов. Ну я это сделаю через Facebook. Я уже залогинена, поэтому я нажму кнопочку «Логин». «Фейсбук», я захожу сюда «Фейсбук» сюда. И получается, что здесь открывается новый интерфейс и система хранит все-все ссылочки, которые вы с помощью этой программы создаете. То есть это очень удобно, так как если вам нужна какая-то ссылка, вы ее закрываете и сокращали, вам не нужно ее сокращать повторно, вы можете к ней вернуться, нажать на любую ссылку, вы увидите, во-первых, куда она идет, что это за сайт, увидите оригинальную ссылку, как она выглядит. Вот, например, такая длинная ссылка и сокращение она выглядит вот так. Отсюда вы можете эту ссылку скопировать, вставить в свой блог, в свое сообщение любое, вставить куда вам нужно. Либо тут же «Логин» предлагает поделиться в «Фейсбуке». Нажимаем «Пост» и сокращенная ссылочка в красивом виде будет опубликована у вас на стене. Это очень удобно. Авторизация на сайте дает дополнительные возможности. Во-первых, это удобство управления и вовремя хранения ссылок. Вы видите всю информацию по каждой конкретной ссылке, в любой момент можете ее поделиться и скопировать. Второе, это доступная аналитика перехода по каждой ссылке. Количество переходов по дням отображается в графиках и можно видеть количество переходов за каждый день. Также видны источники графика. И третья возможность, это создавать именную красивую ссылку. Также общий график для всех ссылок расположен в шапке сайта. Здесь информация за последние 30 дней с аудиторией. Общее количество кликов источников трафика и топ локейшн, с какого региона, более всего, проходили по ссылкам. И так, чтобы у нас создать ссылку, нужно нажать вот эту оранжевую кнопочку вводить бутылку, сюда вставляем ссылку, которую нужно сократить. Вот он и получаем тайтл. Выбираем для него бутылку. И вот такую ссылочку он нам предлагает. Мы можем оставить как есть, можем придать вот этим циферкам и буковкам какое-то имя. Например, название сайта. Скорее всего, он не будет занято, но мы не попробуем. Сохраняем. Ну и что очень странно, сохранилось. Бывает так, что название уже занято и надо посидеть, подумать, как его еще обозвать, чтобы было красиво и соответствовало тому, как вы хотите, чтобы оно выглядело. Вот мы получили такую ссылочку. Можем ее скопировать, можем поделиться в Facebook. Еще пока что графика нету аналитики, так как ссылка не распространялась. Я пропустила одну буковку. Попробуем все-таки дать правильное название сайта. И сохраняем. И вот в этом случае в петле пишут, что ссылка занята. И нам нужно ее как-то переименовать. Как-то вот так попробовать сделать. Или вот так. Все равно занято. И вот в таком виде мы ее сохраняем. Пусть в любой момент мы можем ее переименовать. Также, что мне понравилось, для такого сайта, как Шуперсток, а это довольно-таки раскрученный известный фото-банк, Битли выдает вот такой вот УД для него отдельный домен. Shooter.bz Ну, то есть я не знаю, с кем еще, с такими сайтами у Битли есть какое-то партнерское соглашение, что ли. Ну, вот для Шупера есть отдельный домен. И это, в принципе, тоже интересное предложение, потому что ссылка выглядит совсем по-другому. Она ассоциатива именно с Шуперстоком. И, можно сказать, это отнести также к плюсам этого сервиса. Ну, и давайте для примера сократим эту же ссылку в приложении ВКОКОМ. Вставляем ссылку. Получить второй программ. Скопируем ее в диалог. Как видим, ВКОКОМ не пропускает данную ссылку, о чем я и говорила ранее. Ну, и в завершение хочу сказать, что действительно УД-КВ это универсальный ресурс для сокращения ссылок. Я вот даже не помню, каким ресурсом я пользовалась до этого. Ну, ассоциативный ресурс, он действительно удобен и практичен. Вот я даже не знаю всего функционала этого сайта. Тут есть куча кнопочек, которых я не знаю, какими пользоваться. Если у кого-то есть опыт более детальной в этой программе, можете поделиться в комментариях. Спасибо за просмотр, спасибо за советы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok